Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Позвольте, я напомню вам в расписании важную вещь, которую я не сказал раньше, но она очень важна. У вас должно быть время с семьей, семейное время. Кто из вас женат, ну, семьи имеете? Поднимите, ну вы же руки, что же вы стесняетесь этому? Вы что, боитесь сказать мне, что вы женаты или замужем? Итак, кто женаты? Руки. Мужчины, запишите в расписании свидание со своей женой. Он не женат. У нас были финансовые проблемы в семье. Расписание дня. Но можно все-таки выкроить время, пойти на кофе. Не надо заказывать дорогой обед где-то. Или просто бутылку содовой купите. И пойдите прогуляйте в парке, или к берегу моря пройдитесь. Просто посидите и поболтайте. И понаслаждайтесь общением друг с другом. Это очень важно, и это должно быть в вашем расписании. Посмотрите в свой список. Вот, что бы я сказал. Для женатого. Если будешь вести себя хорошо с женой, она будет тебе отвечать хорошо взаимностью. И больше ничего не хочу добавить. У кого из вас дети есть? Запишите себе в расписание, что у вас достаточно времени на детей. Маленькие дети и внуки. Бог первый, семья вторая. Так что, если у вас есть дети, внуки, семья, вы должны этому уделять время. Запишите это. Семейное время. В течение года у вас попадается отпуск взять, посетить своих родителей, праздники, например, выходные. Я хочу вам кое-что сказать. Каждый ребенок в Америке, каждый, мечтает жить в Украине. Знаете это? Каждый ребенок в Америке мечтает жить в Украине. Знаете почему? У вас два Рождества. Я не понимаю этого. У вас два Рождества. У вас два Новых Года. Две Пасхи у вас. И еще и Пасхи. Для меня это перебор. Короче, ради ваших праздников сюда дети хотят. Распишите свои отдыхи, поездки, выходные. Ретриты в общине. Это должно быть в вашем календаре, в вашем расписании. Я хочу вам кое-что сказать. До того, как Рик закончится сегодня учить. Мы любим вас всех. Хорошо? И мы здесь для вашего успеха. Мы пытаемся заботиться о вас. Вот почему мы здесь. Мы заботимся о вас. И в наших сердцах мы вас повезем домой. Я просто заплачу. Вы не просто лицами останетесь для нас. Вы будете семьей для нас. И я хочу сказать вам. И это не для... Формальность? Нет, это не формальность. Это вопрос о семье. Это о семье. И мы здесь для того, чтобы помочь друг другу. И чтобы ободрить друг друга. И чтобы поднять и построить друг друга. И то, что Рик говорит вам, как учитель, но я хочу сказать о нем, как о своем муже. Он говорит вам, как отец. Он хочет помочь вам. И если у вас только будет сердце принять это, оно поможет вам. Хорошо? Спасибо. Хорошо. Теперь, давайте откроем Матфея 25 главу. Мы говорим о том, что Бог владеет всем. И Он дал нам много-много благословений. Он имеет все благословения. Он имеет все это хорошее. Но когда мы на этой земле, Он дает нам вещи. И мы Его управляющие. Мы Его слуги, управляющие. Всем тем, что Он дал нам. Аминь. Поэтому давайте посмотрим Матфея 25 главу. И начнем с 14 стиха. Мы здесь читаем притчу о талантах. И я знаю, что вы знаете ее, но давайте глянем на нее еще разок. Стих 14. Ибо Он поступит так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Человек едет в путешествие. И если вы читали всю эту притчу, вы знаете, что Он богатый человек, состоятельный. И также написано в 14 стихе доказательство того, что Он богатый. Он призвал своих рабов. То есть у Него были рабы. Он имел рабов. И здесь написано, что Он поручил им свое имение, свою позицию дал. И вот здесь богатый человек. Он имел рабов в те дни. И занимал позицию. То есть Он имел владение, многим имел. И Он поручил свое имение своим рабам. Одному Он дал пять талантов. Другому два. И еще одному один. Каждому согласно своим способностям. Потом Он отправился в путешествие. Мгновенно. И тот, кто получил пять талантов, тут же пошел и употребил их. И приобрел еще пять. Таким же образом, тот, у кого было два таланта, он заработал еще два. Вы знаете это, да? Но тот, кто принял один талант, вышел, закопал в землю и скрыл серебро своего господина. У нас есть человек с пятью талантами, и он заработал еще пять. У нас есть человек с двумя талантами, и он получил еще два. И затем одному дали один талант, и вместо того, чтобы умножить этот талант, он спрятал деньги господина своего. Картину увидели, да? Это раб господина, он владелец этих рабов, это имение господина, это его деньги, и он владел этим всем. И давайте прочитаем 19 стих. По долгому времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Посмотрите на меня. После долгого периода времени господин вернулся. раб, у которого было пять талантов, у которых было два таланта и один талант, у них было одинаковое количество времени для того, чтобы быть продуктивными. Аминь? Хозяин оставил и потом вернулся. Для всех трех вовлеченных в это событие был одинаковый отрезок времени. И тот, у кого было пять, он работать начал мгновенно, сразу же. и он умножил. То же самое было с тем, у кого было два таланта, но тот, у кого был один, он спрятал деньги, утаил деньги хозяина. И после долгого времени хозяин вернулся, и он хотел отчеты от них потребовать. И послушайте, я серьезен. Это серьезное дело. Если я вот брату тут оставлю тысячу долларов, кому-то другому брату дам две тысячи долларов, и еще одному брату пять тысяч долларов оставлю здесь, я знаю, что когда я вернусь, они все испарятся, я уверен в этом. Растворятся. Может быть, будут наслаждаться отпуском далеко. Но это серьезное дело. Я хочу вот что подчеркнуть. Человек, который принял пять талантов, пришел к господину и сказал, вот пять талантов, которые ты дал мне, и я сделал еще пять заработал. И вы читали эту притчу и знаете, что тот, кто был доручен ему пять, заработал еще пять, он зашел сразу к господину своему. он не откладывал это на дальний день. Почему? Он счастлив был. Он уверен был. Господь, ты дал мне пять талантов, и я сделал еще пять. Он был уверен в себе. И хозяин ответил ему, господин, хорошо, хорошо, добрый и верный раб. Ты был в малом верен. В малом ты был верен. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Также подошел, получивший два таланта. Он также уверен и счастлив. Он не боится своего господина. Он хочет увидеть своего господина. Почему? Потому что ему было дано два, и он приумножил. И господин говорит, хорошо, я дал тебе два таланта, ты принес мне два больше. Хорошо, добрый и верный раб. Ты был верен в малом, маленьких вещах, и я поставлю тебя над многим. Войди в радость господина своего. Подошел также и тот, кто получил один талант, и также подошел и сказал господину, я знал, что ты жестокий человек. Я знал, что ты сложная личность. Он говорит, раб, я знал, что ты сложный человек, жестокий. Правда, это смешно звучит? Первый не сказал этого. Или сказал? Ему дали пять, он еще пять заработал. Он не сказал, что у него сложный господин, жестокий человек. Второй тоже не сказал, что с господином сложно. Но третий. Я знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И я, убоявшись, у меня был страх, и страх — это противное от веры. Я боялся, я пошел и скрыл твой талант в земле, вот, тебе твое. Да, он не потерял ничего, но он ничего и не заработал. И отвечает ему, господин его, лукавый и ленивый раб, если ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я бы, придя, получил бы свое же с прибылью. Очень интересный момент. Поэтому он говорит, заберите у него и отдайте тому, у кого десять. Ибо всякому имеющемуся дастся и приумножится, и у него будет больше, чем достаточно. Но у тех не имеющих отнимется даже то, что имеют. Господь дал вам определенные таланты. И Бог дал определенный отрезок жизни вам. И также Бог дает нам деньги. И позвольте мне прояснить. Это очень духовно. Послушайте внимательно. Вы никогда этого не слышали раньше. Знаете, как Бог дает вам деньги? Сидите, удержитесь в своих сиденьях. Вы идете на работу. Простите, простите, что... Я не должен был вам этого говорить. Простите, в Америке деньги на деревьях, они там просто растут. Вы работаете. Так вы получаете деньги. Да, Бог делает много финансовых чудес, и мы все переживали это в той или иной степени. Но ваш основной путь, как вы получаете деньги в этой жизни, это вы идете на работу. И как верующий, если вы читаете книгу-притч, вы должны быть как муравей. Тяжело работать. Крестьяне должны быть лучшими работниками. Работать тяжело, с усердием. Ваш разум, все должно работать. Вы приходите на работу вовремя, вы не опаздываете туда. Вы не покидаете работу на 5-10 минут раньше, пока не сделаете все, что вы должны сделать там. И есть еще одна вещь, которую вы не делаете на работе. Вы не играете в телефонные игры и не звоните по телефону. И не пишите смс-ки. Вы не говорите, не отвлекаетесь от своей работы. Мне надо подстричь траву в газон возле дома. И мне надо было подстричь свой газон. Это реальная история. И я нанял людей, чтобы они подстригли. Это благословение быть хорошим управляющим, слугой. И вот живет 19-летний парень недалеко от меня. И я сказал, хочешь подзаработать денег? Он сказал, да, конечно, хочу. И я сказал, я дам тебе 15 долларов в час. Постриги мне газон. Хорошая оплата. И я в другом углу сада мыл свою машину. Двора. А он в конце моего двора в другом конце стрижет газончик. Я мою машину. И я повернулся посмотреть на него. И когда он, типа, работал, он на телефоне висел. Я оставил все, чем я мыл свою машину. И я подошел к этому юному другу моему, который был уже на состоянии стать моим врагом. И его звали Дэвен. Я сказал, Дэвен, пожалуйста, когда ты работаешь на меня, ты не разговариваешь по телефону. Сказать такое 19-летнему парню в Америке это такое ощущение, как будто мир закончится завтра. Все. Все закончилось. Конец. Жизнь больше не стоит того, чтобы жить. Нет смысла просто жить. Я сказал, выключи телефон. И я сказал, слушай, ты живешь прямо напротив. Если будет какая-то срочная ситуация, они дозвонятся до твоей мамы, и мама придет. И она может кинуть палочку в окошко, позвать тебя и сказать, там срочная ситуация. Но пока ты работаешь на меня, и пока я плачу тебе, ты не будешь сидеть на телефоне и разговаривать все это время. Аминь. Бог хочет, чтобы мы были самыми лучшими работниками в бизнесе и вообще в любой работе. Мы должны приходить вовремя. У нас должно быть хорошее отношение. Вы не из тех людей, которые должны говорить за спинами других людей. Вы должны уважительными быть к вашему начальнику. Вы под его властью. Вы должны послушаться своей власти. Вот что я вам говорю, вот что слово говорит. Господь ожидает, чтобы мы чтобы мы приносили плод, чтобы мы были продуктивными. у нас у всех одно и то же время. И хозяин ожидает продуктивности от одинакового куска времени выделенного. тот же количество времени хозяин ожидает умножения. Он не хочет, чтобы вы оставались на том же уровне. И Библия говорит, что у кого было пять и у кого было два, они тут же принялись за работу. Они стали заняты сразу. Они разумно использовали свое время и таланты, которые Бог дал им. И они произвели плод. Бог ожидает, что вы будете разумно и правильно использовать свое время и свои дары и умения. И Он дал вам дары и умения, чтобы быть благословением вашей личной жизни, да. Чтобы благословить вашу семью, конечно. Но Он дал вам таланты, способности и умения для того, чтобы благословлять Царство Божье, чтобы быть использованными в общине, в служении, служить, работать. Хорошо? Я несколько минут назад рассказывала это Ане. И она сказала, что многие тут для выживания иногда работают на нескольких работах, на тяжелых. И в Америке у нас то же самое происходит из-за того, что все случается в нашей экономике. Хочу вам поделиться своим свидетельством. Муж иногда смущает меня. И я не хочу, чтобы он обо мне говорил при всех. Так что сейчас я поговорю о нем. Это хорошо, это нормально. У нас трое детей, и мой муж, он работал на своего отца, на его бизнес. И мы еще не были на полновременном служении тогда, но мы всегда были верны делам церкви. Мы не были на оплате в церкви, но мы были вовлечены в церковные служения. И у его отца была кровельная компания. И в ранние годы, только из-за того, что он был сын, это не означало, что он не должен тяжело работать. И они помещали его на крыше, именно класть кровлю. Кто-нибудь из вас, мужчины, вы работали на крыше? В летнее жаркое время жарко становится, правда? Позвольте похвастаться своим мужем. Множество дней в жару он работал по 12 часов в день. И для него это никогда не было оправданием, чтобы не провести время в чтении Слова, чтобы не провести время с Богом. Он просто вставал раньше, и он искал Бога. И это было с первого дня нашей свадьбы. Когда он возвращался домой, он проводил время абсолютно с каждым из наших трех детей. Он делал все, что необходимо было. И в течение недели у нас были служения с людьми. Мы всегда были вовлечены. Мы делали все. И он никогда не использовал свое рабочее расписание на работе, как оправдание не делать то, что Бог призывает его делать в служении. Он не учит вас чему-то, что он не практикует в своей ежедневной жизни. Сейчас в нашей жизни мы были высвобождены от такой публичной работы. И вы загадаете, что? Отец принял решение на работе продолжать платить ему зарплату. А ты есть по миру и служи. И церковь также благословляет нас. Мы расписываем наши служения. Никто не стоит над нами и не пытается сделать из нас тяжких работников таких. Понимаете, что я вам пытаюсь сказать? Мы не использовали никаких оправданий, когда были моложе. Когда у нас было преисполненное расписание. И сейчас мы продолжаем дисциплинировать свою жизнь, встречаться с людьми. Мы заняты с людьми, с Богом. Мы ездим в народы. Мы учим в разных школах. У нас есть внуки и у нас есть правнук. Да, у нас есть дети, внуки и правнук. И мы не останавливаемся и не стали делать меньше. И Бог благословляет нас больше и больше. И Бог благословляет нас больше, больше и больше. Это то, что Рик пытается вам донести. Есть времена, когда вы должны делать то, что Бог призывает вас делать. Спасибо. Вау. Я должен увеличить нашу зарплату. Нам надо... Поощрение нам надо. Это шутка. Вики... Это правда. Мы... То, что поделилось Вики, но мы в хорошем месте в нашей жизни. Мы сейчас работаем сами на себя, служим. Мы не имеем начальников над нами. У нас есть, слава Богу, деньги. У нас есть дом и строим новый. И сейчас, как говорят в Америке, можно поспокойнее жить. Расслабиться немножко. Но... И сейчас Дух Святой мне напоминает вещи. До того, как мы получили такую замечательную позицию в нашей жизни, Господь показал мне, как важно управлять своим временем, моими талантами и моим сокровищем. Он научил этому меня когда я был гораздо моложе. Сейчас Он знает, что Он может благословить меня, потому что в моем разуме и, понятно, надо признать тот факт, что я становлюсь старше, старею. Но мое время, оно драгоценно. Каждая минута важна, потому что Господь ожидает, что я буду использовать каждую эту минуту разумно. И я размышляю об этом регулярно. Используйте свое время. Используй свое время правильно. Напиши расписание. Не ленись. Ты дашь отчет по своему времени. Используй его мудро. Используй его для царства. И из-за того, что Господь сделал в прошлом, и как Он благословляет нас сейчас, мы даже больше можем делать для царства. И мы хотим делать больше. Мы не тормозим и не успокаиваемся. Мы делаем сейчас даже больше, чем делали ранее. И у нас могла бы быть очень легкая жизнь. И просто наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться можно было. Веселиться, веселиться. Но нет. У нас даже больше веселья. Используя наше время и используя наши таланты и наши сокровища для Царства Божьего. Итак, сейчас поговорим о талантах, и потом будет перерыв, и потом поговорим о времени. Простите, я думал, у нас еще один часик есть. Я только, когда летел сюда, книгу Деяний читал в самолете. А помните, Павел там говорил очень долго, и парень выпал из окошка. Я читал это дважды. Если вы читаете это внимательно, написано, что парень воскрес, да, за парня помолились воскрес, но Павел продолжал говорить достаточно долго после этого еще. Так что, парень выпал, умер, его воскресили, вернули к жизни, но это не остановило Павла проповедовать еще дальше. Итак, поехали. Хочу сказать вам вот что. Это важно. Вы никогда не будете ходить в самом лучшем Божьем. Вы никогда не будете жить жизнью в избытке, пока вы не достигнете победы в области денег. Я знаю, американцы говорят о деньгах чересчур много. Но позвольте дать вам пример. Пару лет назад нас Господь благословил финансово, меня и Вики, и мы проводили время с украинским пастырем. Это не была сестра Татьяна с ее супругом Валентиной, это были пастыря с другой частью Украины. У него не было денег, у меня было много. И когда мы были вместе, знаете, кто говорил о деньгах больше? Кто употреблял слово «деньги» чаще? Тот пастырь. Я наслаждался жизнью, я служил, служу, общаюсь с людьми. А у него постоянно на языке о том, что нехватка денег, нужны деньги, надо деньги. Деньги, да, это реальность в жизни. Вы знаете о десятине, да? И пожертвованиях. Что такое десятина? What's a tithe? It's the first what's belong to God. It's the first... How much? Сколько это? 10%? Okay, 10%. Хорошо, 10%. Tithe. Десятина. So, you make a thousand гривна? Three thousand, five thousand гривна. Salary. Давайте возьмем, например, тысячу гривен. Сколько отдаете Господу? Hundred. One hundred. You know that. You know that. Are you doing it? Делаете это? No. Don't raise your hands. Не поднимайте руки. You should be doing it. Вы должны это делать, исполнять. Now, in addition to tithe, you give offerings. К дополнению к десятине вы даете пожертвования. The Lord doesn't tell you, how much the offering should be. И Господь не указывает, сколько процентов должно составлять ваше пожертвование. Но вы даете что-то. Okay. So, the Lord owns all the money. Господь владеет всеми деньгами. Мы в основном принимаем деньги через работы. И то, что мы платим, мы даем 10% от того, от того, от того, отделяем первых десять процентов Господу. Okay. Это десятина. И потом мы даем пожертвования для бедных, для какого-то специального служения, для того, чтобы благословить Израиль. Это, все мы понимаем этот принцип. Кивните, да, подтвердите, что вы понимаете это, что вы делаете это. Потому что Господь хочет благословить вас. И десятина это один из путей, как Бог хочет вас благословить. Десятина это напоминание, что Бог владеет всем. Десятина, она отделяет от всех человеческих от жадности, от любви к деньгам. И Писание говорит, что любовь к деньгам это сребролюбие грех всех грехов. Не написано, что деньги это грех, но любовь к деньгам. То есть, тогда, когда вы отделяете десятину, это разрушает и наносит разрушение любви к деньгам в вашей жизни. и отдаляет это от вашей жизни, и также страх удаляет. И десятина это знамение вашего доверия. Это вера в Бога. Вы не боитесь потерять вашу работу. Вы не боитесь экономического состояния, положения. Вы не боитесь того, что может произойти. Потому что, когда вы отделяете десятину, это разрушает этот страх и производит веру. И Господь благословит вас взамен, в обратном. и какой самый основной путь, как Бог благословляет вас финансово? Через вашу работу, да? Он ожидает, что вы будете работать усердно, он что у вас будет работа, что вы будете работать с усердием и в служении будете. Вы знаете, как произносится слово служение в английском? Работа. Когда вы верный в служении и делаете хорошую работу, знаете, какова ваша награда? И еще больше работы. Аминь. И когда вы верны, проявляете себя верно, вам доверяют еще больше работы и работать. Но это замечательно, когда это происходит. Что-то доброе происходит. Итак, мы чуть-чуть... я надеюсь, вы все понимаете вопрос десятины и пожертвования. Как же вы должны управляться с оставшимися 90%? Очень хорошо. очень хорошо. Какой же первый шаг с мудростью в вопросе ваших денег? это в тебя молодость говорит. первое, что у вас должно быть, это написанный бюджет. у вас должен быть расписан бюджет. Если это не расписано, у вас нет бюджета. Это ваш первый шаг. И вы продолжаете всегда работать над этим бюджетом, соблюдать его. и в конце месяца. У вас есть деньги, у вас есть долги или у вас есть небольшой плюс к концу месяца обычно. Чтобы у вас не было, продолжайте соблюдать бюджет. Вы знаете, куда уходят ваши деньги. Вы должны знать, сколько у вас уходит на определенные нужды вашей жизни. Сколько стоит еда? Сколько стоит аренда? Сколько стоит ваша одежда? Сколько вы тратите на транспортные расходы? чашка кофе? И самое важное, сколько стоит чашка кофе? все в кофе. Все в кофе. в кофе в кофе в кофе. Например, в Америке жизнь поменялась. Мы были молоды, у нас в семье было шестеро детей, мама готовила обед. сегодня вы все в Макдональдс кушаете и молитесь. Мы очень много кушаем сейчас в Америке и очень часто в ресторанах. И это забирает много денег. И если у семья в Штатах и у вас двое-трое детей, вы легко можете потратить 5 долларов в день 10 долларов в день на ресторанную еду. Если вы тратите на это 10 долларов в день, если в месяц вы работаете 20-22 дня, и на еду уличную вы тратите 10 долларов, это 200-220 долларов в месяц. И вы не знаете, куда оно исчезает. И всегда оно в... мы в минусе, красном, красный цвет, то есть минус. Если вы ходите и покупаете видеоигры, поиграть на приставки, ваши деньги улетучиваются. Поэтому у вас должен быть записанный письменный бюджет. Вы должны знать, куда уходят ваши деньги каждый месяц. Мудро ли вы тратите свои финансы? или глупо вы тратите свои финансы? И если вы недостаточно зарабатываете денег, тогда молитесь и просите Бога помочь вам с этим. И верьте Богу. И в конце месяца вы тратите деньги глупо и если вы в минусе и потом начинаете вдруг молиться Господь, мне надо больше денег, лучшую работу, где платят больше. Не так. Вы должны управлять теми деньгами, которые у вас есть на сегодняшний день лучше. вы должны продолжать соблюдать бюджет и разумно тратить те деньги, которые у вас есть на сегодняшний день. Вы должны оставаться верными Богу, верны тому, чтобы давать в даяниях, но разделять свои финансы разумно. И догадайтесь, что Господь сделает. Он даст вам тогда больше. сверхъестественно. И иногда это будет сверхъестественно. Почему Он готов вам дать больше? Потому что Он знает, что вы удержите их и распределите правильно. И это очень легко. Он дает деньги по трем причинам. Благословить царство, благословить вашу семью и благословить других людей. Очень все просто. Он дает, во-первых, чтобы вы благословили царство, чтобы вы были благословением семье своей, и чтобы помогали другим людям в разных ситуациях. Очень просто. количеством денег, которое приходит в вашу жизнь, оно не основано на экономическом положении, оно не основано на государстве, зависит от супермаркетов, от рынка, от падения и курса рынка. Это не зависит от того, сколько траншей заходит в вашу страну. количество денег, которое приходит в вашу жизнь, зависит от одного единственного, от Божьей экономики. А с его экономикой нет никаких падений и нет никаких проблем. Нет нехватки в его экономике. И многие вокруг вас в окружении могут страдать от нехватки денег. Но если вы будете верны в отделении во-первых Богу, разумно управлять оставшимися финансами, благословлять других, понимать, что он владелец этих денег, но он дал их вам для того, чтобы вы управляли ими разумно. тогда, как верный слуга, которого было пять талантов, он даст вам пять больше. И верный, у которого было два таланта, он даст еще вам два. Но тот, у кого был один, он сказал, ты жестокий хозяин, я боялся, я ничего не сделал, и хозяин сказал, ты ленивый, и он забрал один талант от него, и кому же он дал его? Парни, у которого уже было десять, теперь у него одиннадцать, это Божья экономика. Будь верным в малом, и Бог доверит тебе больше. Делай практические вещи, задания хорошо, и он даст тебе духовное благословение. Будь верен в маленьких вещах в служении, и он даст тебе великие дела в служении. Аминь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА